Меня зовут Андрей Елисеев, я участник сообщества Меркурий вот уже шесть лет, скажу тебе честно. Я вот эти шесть лет пролетела прям как, не знаю, один год, но несмотря на это, жизнь моя изменилась только в лучшую сторону. И как хорошо, что в этой жизни когда-то ко мне пришел мой знакомый, говорит, слушай, тут тема такая есть прикольная, на кнопочку нажимаешь, деньги получаешь. Я человек как бы открытый и на тот момент всегда ищущий, да, что-то интересное, анализирующий, да, старающийся не вешать ярлыки, да, то есть человек с бедным мышлением, как он живет? Он мыслит ярлыками, то есть те ярлыки, которые он проглотил когда-то откуда-то, да, от каких-то источников информации, там, не знаю, телевизоры, бабушки, дедушки, родители, там, одноклассники, там, тусовка, да, он мыслит ярлыками, там, бам, бам, ярлык, ярлык, ярлык. Ах, ну это пирамида, а, ну это секта, а, ну это там то-то, а, ну это там, тжжжж. И он начинает вот так вот мыслить, да. Человек, который пытается жить по принципам здравомыслия, этот человек начинает самостоятельно разбираться во всех моментах, да. Так же, как и в жизни, если вы самостоятельно не разберетесь в каких-то там, не знаю, как починить машину у вас, да, как надуть колесо. Вот ехали вы, ехали, ехали, проткнули колесо. Если вы не знаете, не знаю, как его там поставить за паску, и вы сами не разберетесь, то никто вам не поможет, друзья, да. Вот, конечно, можно полдня ждать эвакуатора, либо еще там что-то, да. Но проще всего перекинуть за паску, по-быстрому доехать до шиномонтажа и сделать колесо, да. Пока вы сами не разберетесь, как открутить эти пять гребаных болтов, то никто вам не поможет, друзья мои. Так же и здесь. Если вы сами не разберетесь со сферой денег, как это все устроено, то никто вам не поможет. Поэтому, как вам сказать, что здесь. Сейчас я буду рассказывать в течение часа, что здесь. И не факт, что вы поймете, дай бог, чтобы вы все поняли. Вот, ну поехали. Кто меня не знает, меня зовут Андрей Алисеев. Я лидер сообщества вот уже несколько лет. И у меня большая команда. Вот, образование. У меня два вышки технических образования, но по жизни я очень много занимался и в сфере продаж, и маркетинга, и собственного бизнеса. Вот, конечно, как и любой обычный человек, я свою сферу деятельности начинал, конечно же, в найме. Вот, и, соответственно, в найме дошел до пиковых позиций. Пришел, не знаю, обычным каким-то менеджером, там, а ушел, соответственно, заместителем генерального директора большого завода. Вот, и потом ушел в свой собственный бизнес. И 10 лет у меня был в основном собственный бизнес в разных сферах, да, в разных сферах. Не получается в одно, я перехожу в другое. Не получается ИП, я делаю ООО. Не получается ООО, я делаю следующее ООО. И так вот все 10 лет. И, скажу честно, очень интересный, хороший, шикарный опыт. Причем география разная. Проехал я более 15 стран мира, поэтому у меня уже приблизительно представление о том, как устроен этот мир, поверьте мне, есть. Поэтому, скажу честно, сегодня я немножко буду делиться, как бы, своим определенным небольшим опытом. Те, кто меня уже знает довольно долго, подскажут, что, как бы, все трансляции, они несут хоть какой-то кладезь полезной информации. Поэтому, когда я приехал из Китая, я привез две базовые формулы. Первая формула – терпение учит. Это терпение, без терпения никогда ничему не научитесь. Вот, и именно поэтому Борен Баффетт говорит, что фондовый рынок – это идеальная система перераспределения денежных средств от нетерпеливых к терпеливым, друзья мои. Поэтому, если вы нетерпеливый, вы априори уже бедный человек. Поэтому успокаивайтесь, займитесь йогой, займитесь дыхательной практикой. Наберите воздух. Свои легкие. Остановитесь и начните немножко задумываться о своей жизни. Галопом по Европам никогда ни к чему хорошему не приводило. Поэтому, конечно, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни, есть время, когда бурлит в крови еще гормоны, и дурная, как говорится, голова ногам покоя не дает. Но потом приходит все на свои места, где-то ближе к 40 годам, 35-40. Вот человек, когда уже набегается, подустанет немножко, лет 20 спустит в унитаз, и тогда он начинает понимать, что надо что-то подумать, надо все-таки остановиться, задуматься. Ведь все, что вокруг происходит, оно где? Оно здесь. Мир – это зеркало того, что у нас вот между ушами, друзья мои. Если вам это зеркало не нравится, мы лезем сюда, вот сюда. И только потом начинаем потихонечку все менять. Так, ну что, моя история до онлайна, я вам немножко ее рассказал, да? Соответственно, это всевозможные школы, как это у всех было, да? Вот, ну, у меня специализированные были школы для одаренных детей. Дальше, соответственно, это университеты. Сначала я подумал, что я ошибся с профессией, с университетом. Потом я, соответственно, второй закончил и понял, что везде одно и то же. Вот, потом, соответственно, найм. Я полностью прошел весь найм от и до и посвятил этому 8 лет. И еще 10 лет мне целый опыт своего собственного бизнеса, да? И пока я не встретил, соответственно, прекрасное сообщество, на, как говорится, в своей жизни. И жизнь от этого моя стала проще, легче и веселее, друзья. История в онлайне. Мой онлайн, по сути дела, начался вот именно с нашего сообщества. Скажу честно, я больше нигде не лазил, ни по каким, не знаю, там, матрицам, помойкам, хайпам, ну и так далее. То есть я представляю, как этот мир устроен. Поэтому, ну, мне нет смысла где-то лазить. Я уже понимаю, куда деньги идут, для чего они. То есть я прошел и бизнес, для чего бизнесы создаются, да? То есть если вы идете в какой-то коммерческий проект, ясно, понятно, вы идете зарабатывать деньги. Кому? Правильно. Хозяину, учредителю, того человека, который создал этот бизнес. То есть я, как человек, который 10 лет создавал бизнес, я четко это прекрасно понимаю. Вот. Вот. Если вы немножко в этом деле нет опыта у вас, то вы даже можете поприкалываться пойти зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью и в уставе написать, что цель создания фирмы сделать людей счастливыми. Вот. Вот. Напишите в уставе. И этот устав попробуйте зарегистрировать. Скажу вам честно, вас покрутят у виска. Цель любого бизнеса – это зарабатывать деньги. Прибыль. То есть так устроена эта система. И похрен на счастье людей. Цель любого бизнеса – срубить бабло. Хозяину этого бизнеса, а всех остальных он просто нанимает, чтобы ему срубить бабло. Это все очень просто, друзья мои. Идем дальше. 5 декабря 2017 года ко мне заходит в мой небольшой офис. Тогда у меня было туристическое агентство. Я отправлял людей по всему миру и мои сотрудники. Перед новогодняя была суета. И заходит ко мне мой знакомый. Говорит, слушай, тут тема какая-то непонятная. Говорит, на кнопочку нажимаешь – деньги получаешь. Я говорю, ну прикольно. Говорю, ты вообще сам нажимал? Нормально? Он говорит, да, все, уже два месяца как жму, вообще все четко. Я говорю, ну давай разбираться, ну давай. Он говорит, показал мне, как там, что я зарегистрировался. И тупо до Нового года нажимал кнопку. Получал деньги, как мы сегодня продолжаем это делать. Ничего с тех пор, честно сказать, не поменялось. Нажимаем на кнопку, получаем деньги. Немножко по-другому, более в лучшем порядке, но тем не менее. И что произошло дальше? Мне стало очень интересно, любопытно. У меня не было времени как бы разобраться этим до Нового года 17-го. И когда был 18-й год, после Нового года все разъехались по каникулам, стало более-менее тихо, спокойно. И вот тогда я начал разбираться. Мне стало очень интересно, кто же создал такую систему простого, можно сказать, получения денег. Вообще зачем это? Какой в этом смысл? Какого нахрен хрена? Вот взяли вот так вот и раздачу денег дают. Это вообще, то есть у меня нонсенс просто. Как человека, который немножко и по миру попутешествовал, как человек, который занимался и бизнесом, как человека, который имеет образование, как человека, который прошел от и до. Но я скажу честно, я был в ахуе. Ой, извиняюсь, конечно. Ну просто я держать эмоции не могу. Как такое вообще возможно? У меня просто диссонанс был в голове. Зачем смысл? То есть в чем цель? И тогда я наткнулся на ролик Дмитрия Васадина, которым он четко рассказывает, для чего, почему, в чем смысл, да? Что такое касса взаимопомощи? Для чего он начал создавать параллельный финансовый мир, да? И меня это очень воодушевило. Почему мне легко эта информация легла на мое сердце? По одной простой причине. Потому что у меня уже была база знаний. Что такое база знаний? База знаний – это общее представление в вашей голове о том, как устроен мир, и что в нем происходит, и по каким законам происходит, да? И не просто теория, а практика, да? То есть, ну хотя бы я вам дам сейчас наметки такие, запишите, пожалуйста. Вот все, у кого нету сейчас ручки, бумаги сейчас, возьмите, пожалуйста. Потому что даже самая острая память не сможет соперничать с тупым карандашом. Поэтому возьмите тупой карандаш и запишите одну простую вещь. Это сейчас я буду накидывать определенный интересный материал. Если вы этот материал сможете переварить, у вас хватит мудрости углубиться, то вы станете просто грамотнее в этом мире, постоянно меняющемся мире. Так вот, друзья мои, я еще в 2008, 2009, 2010 году, у меня было свободное время, потому что я был свободен от заработка денег, и это время уделял очень сильно своему собственному развитию, да? В том числе и узнавал, как устроен этот мир. И я еще тогда посмотрел эти прекрасные фильмы. Это деньги, пирамида долгов, друзья мои. Я сегодня не буду об этом рассказывать. О том, как устроена мировая финансовая система, в которой вы сами живете. И любой ребеночек, не знаю, в Африке, в Азии, либо у нас родился сегодня, завчера буквально родился, он участник мировой финансовой системы, друзья мои. Я об этом не буду рассказывать. Вы сами это изучите, если вы мудрые люди. Если нет, ну тогда придется мудреть по жизни. А в наше время по-другому, ну никак нельзя, друзья мои. Только через осознанность мы можем что-то в этой жизни повлиять. Хоть как-то на нее повлиять. Поэтому «Деньги. Пирамида долгов». Первый фильм, который, ну просто, это древний фильм, уже ему больше 10 лет, даже 15, наверное. Его сняли американцы про свою собственную систему, которую они сами же, в принципе, и создали. Вот. И рабами которой, по сути дела, они уже и оказались. Но теперь уже весь мир, как говорится, под этим. Вот. Поэтому спокойно смотрим этот фильм. Следующий фильм, после того, как вы этот посмотрите, у вас уже приблизительно будет маленькая, но база знаний, да? После этого будет второй фильм. Он более серьезный. Он разрушает вообще, мозг в клочья рвет. Это «Дух времени». Первая, вторая, третья часть, друзья мои. «Дух времени» либо «Зейдгейст», по-другому он называется. «Зейдгейст» — первая, вторая, третья часть, либо «Дух времени». Вот это следующая планка. Это, я бы сказал, если вы это осилите, это вы сразу перейдете в высшую лигу. Поэтому, друзья мои, это база. Если вы этого не знаете, если вы эти фильмы не смотрели, то, ну, вы вообще не понимаете, в каком мире вы живете. Вот. Эти фильмы, конечно же, на Западе запрещены. Эти фильмы сняли сами американцы, для них же самих. Вот. Именно поэтому, ну, есть смысл, как бы, отнестись к этому, ну, посерьезнее немножко. И, по крайней мере, ну, немножко хоть разобраться. Идем дальше. Что меня зацепило в сообществе? Да, прежде всего, идея, глубина, да, идея Дмитрия Васадина. Это потрясающий, интересный человек. Я потом задался целью с ним познакомиться лично, поставил себе цель, и через полгода я с ним лично познакомился. Скажу вам честно, потрясающий, простой, на удивление, очень простой человек. Несмотря на то, что он с 2006 года уже был финансово свободным человеком, несмотря на это, он не имеет никаких понтов, никаких, там, короны или еще там что-то. Это очень душевный, простой человек. Вот. И очень приятно и с ним общаться. Он, ну, IQ у него просто зашкаливает. Мы его называем гением. Вот. И он создал весь этот параллельный финансовый мир, в котором мы сейчас великолепно существуем, живем, как бы, наслаждаемся этим миром. И делаем свою жизнь каждый день все лучше, лучше и лучше. Так вот, вы также можете с ним познакомиться. Каждый из вас при наличии цели, этого желания, вот буквально, не знаю, 15 января у нас будет день рождения. Сообществу нашему уже более 11 лет. Когда я пришел, в наше сообщество ему было только 5 лет, но уже было кое-что создано. А сейчас, ну, просто вся финансовая инфраструктура в наших руках, и ему уже 11 лет. Как быстро летит время. Вот. И меня зацепила идея. Я нашел ролик такой, я потом попозже скину в этот чат. Называется «Философия сообщества» Дмитрия Васадина. Вот. Я уже знаю, что такое, знал, что такое пирамида Маслоу, пирамида потребностей человека. И никто из нее не сможет выпрыгнуть, либо перепрыгнуть что-то где-то, да. Если вы не знаете, что такое пирамида потребностей человека, то, значит, соответственно, надо как бы ликвидировать безграмотность. Вот. Потому что об этом в школе не рассказывают, об этом не рассказывают ни в университетах, нигде. Ну, невыгодно делать таким образом, чтобы вы об этом знали. Поэтому нет лучшего образования, друзья мои, чем самообразование. Здесь мы даем очень качественное самообразование, и люди становятся, ну, реально финансово грамотные, и не только. Вот. И я стал здесь развиваться в этом сообществе потихоньку, помаленьку, но очень уверенными шагами. Скажу честно, я сейчас просто кайфолог, да. У нас у всех профессия такая новая, кайфолог называется. Это умение наслаждаться жизнью, друзья мои, да, а как вы, когда это вы сможете сделать, когда у вас деньги будут всегда. А деньги, когда у вас будут всегда. Когда вы будете свободны от заработка денег, потому что даже Рокфеллер говорит, когда вы работаете, вам некогда зарабатывать. А пока вы не заработаете капитал, вы в капитализме жить не сможете свободной жизнью. Мы живем, друзья мои, в капитализме, поэтому по законам капитала у вас должен быть капитал. Если у вас его нету, вы раб. Поэтому на данный момент это так, как бы это ни прискорбно звучало, но мы создали свой интересный параллельный мир, где капитал параллельно создается, а за счет объединения нашего у каждого появляются потрясающие возможности. И это просто круто. Вот, какие цели я поставил перед собой? Ну, и, конечно же, я поставил перед собой цель быть свободным финансово, свободным человеком для начала, вот, свободным от нужды зарабатывать деньги, друзья мои, вот только задумайтесь, да, деньги вообще, это такая штука очень интересная, это искусственная штука, придуманная людьми для того, чтобы, как бы, для начала, изначально она была как средство обмена, да, приезжаете вот там на ярмарку лет 150 назад, там, как яйца поменять на валенки, да, вот сколько надо есть, непонятно, да, как, не знаю, ярмо для лошади поменять на телегу, вот непонятно, да, вот, то есть бартер, да, вот, может, на какую-то трудоемкость, наверное, можно было оценить, там, сколько времени делается ярмо, сколько времени, там, не знаю, делается телега, как-то материал сравнить, сколько там что стоит, но это трудоемко, поэтому универсальное средство обмена придумали деньги, да, и сначала они были такими очень уверенными, то есть это, ну, золото, серебро, медь, соответственно, вот, ну, и потом стали печатать бумажные деньги, которые сначала подтверждались, вот, а потом уже, ну, перестали подтверждаться золотом, вы об этом во всем узнаете в этих фильмах, поэтому обязательно смотрите, вот, что, в принципе, я осуществил в нашем сообществе, то есть стал абсолютно финансово свободным человеком, независимым от, и я не нуждаюсь в заработке денег, потому что они у меня просто есть, у меня есть прекрасные кабинеты, я просто нажимаю на кнопочку, у меня деньги есть, благодаря сообществу всегда, поэтому за что и выражаю огромную благодарность нашему сообществу. Идем дальше, друзья мои, давайте расскажу вам про потоки, что это за такие чудесные, сумасшедшие потоки, о котором все там кричат в чатах, ай-яй-яй, как хорошо, что это такое, для чего они созданы, друзья мои, давайте расскажу. Потоки – это психологически-математические, разновременные финансовые инструменты, созданные нашим сообществом, вот, не за один день, друзья мои, наше сообщество существует уже больше 10 лет, практически вот уже 11 лет, и за это время мы очень много прошли, и этот путь, он поистину, ну, как вам сказать, он такой очень трудоемкий, но очень качественный, у нас собралась огромная база знаний, с помощью которой мы вот буквально 4 года назад пришли к другим алгоритмам, мы в очередной раз усовершенствовали те финансовые инструменты, потому что, когда я пришел в сообщество, у нас не было таких инструментов, которые сейчас в кабинетах у нас, у нас были намного проще алгоритмы, и была всего лишь одна валюта, один алгоритм, все, у нас больше не было ничего, о том, что сейчас есть, мы об этом только мечтали, и это сейчас у нас есть, друзья мои. Так, цели создания денежных потоков, это прежде всего дать людям деньги, и они настолько непростые, они очень мудрые, глубокие, эти потоки сходу с наскока вы их не поймете никогда, с наскока вообще в этой жизни ничего не поймете, везде нужна глубина, где вы, вот, вы хотите разобраться в вопросе, надо сесть и разбираться, друзья мои, вот, поэтому даже какие-то вот мошенники, которые сейчас в телеграме орудуют, даже они, профессионалы, они разбираются в своей теме, понимаете, да, вот, разбираются в психологии, они знают, как вы себя поведете, разбираются в технике, они знают, как правильно что сделать, чтобы визуально было похоже, они знают, и так, и так, так и вам надо разобраться во многих вещах, да, стать более грамотным человеком, так вот, наши денежные потоки, они созданы для того, чтобы дать людям деньги всегда, для того, чтобы накормить, задача кассы взаимопомощи, это прежде всего накормить людей, да, потому что русские сказки, я надеюсь, все читали в детстве, да, славянские наши, да, сначала напои, накорми, баню и стопи, а потом и люби, да, вот так вот, напои, накорми, баню и стопи, вот это все решает три базовых вопроса, решает, конечно же, наши денежные потоки, а потом и люби, это уже следующий этап уже развития и эволюции у наших участников, это когда вы уже становитесь финансово свободны, и у вас просыпаются уже крылья за спиной, вот это вот потом просыпается любовь ко всему миру, потому что вы финансово свободный человек, и это случается буквально при вашем желании, 3-6 месяцев и вы свободный человек, и причем приходят с абсолютно разного старта, кто-то с минусом, таким жестким минусом в разных хайпах, матрицах, не знаю, каких-то коммерческих проектах, что диву даешься, как можно было туда зафинтелить столько денег, вот, и, но, тем не менее, наши люди нарабатывают опыт, и это тоже очень хорошо, купили опыт, это называется так, и это круто, любой опыт, он просто бесценен, друзья мои, потому что мы из этой жизни ничего не заберем с собой, вообще ничего, ни квартиры, ни машины не заберем с собой, ни жен, ни мужей, ни детей, ни родителей, мы ничего и никого с собой не заберем, мы пришли в эту жизнь для того, чтобы нарабатывать опыт, вот, наше знание, осознание, глубину, вот, вот это, что самое важное, ответить для себя на вопросы, кто я, куда я пришел на эту планету, зачем вы вообще родились здесь, да, вот, какая ваша цель в вашей жизни, что вы пришли здесь изучить, проработать, да, какие моменты, очень много вопросов, ответьте на все эти вопросы, когда ваша жизнь станет понятной, простой и легкой, вот, идем, идем по нашей матчасти основной, как бы, когда открываете кабинет, когда вы регистрируетесь, кстати, если вы еще не зарегистрированы, обязательно обратитесь к тому человеку, который дал вам эту информацию, это ваш пригласитель, возьмите у него реферальную ссылочку и зарегистрируйтесь, тогда у вас появится доступ в кабинет, это вас ни к чему не обязывают, но будет материал для того, чтобы посидеть и подумать, вот, будет доступ, как говорится, к информации, если у вас этого человека нет, можете написать мне в личные сообщения, я помогу вам со всем разобраться, дам свою реферальную ссылку, зайдете в мою команду, либо вот там в закрепии у нас целый список лидеров, как бы, консультантов, которые каждый имеет огромнейший прекрасный опыт в нашем сообществе, выбирайте любого по душе и регистрируйтесь, это вас ни к чему не обязывает, но в то же время дает вам потрясающую возможность. Дальше, друзья мои, первый поток, с которым я хочу вас познакомить, это стартовый поток, это тот поток, который учит вас правильной стратегии инвестирования, то есть вложил, забрал, вложил, забрал, вложил и опять забрал, друзья мои, и каждый раз вы будете забирать все больше, больше и больше, вот, на дистанции 10 месяцев, ведь он работает 10 месяцев, вы получаете 150% чистой прибыли, вот, это не быстрый поток, но в то же время он дает вам очень хороший процент, и в то же время учит, друзья мои, что самое главное, поэтому оно называется стартовый, он как бы вас принуждает с него стартовать, и говорит, давайте, стартуйте, учитесь, ведь вы все равно отдадите миллионы за образование, не просто же так инфобизнесмены, у нас сидят в Москва-Сити и торгуют хорошими тренингами, которые, по сути, мы все эти знания даем бесплатно, во всем своем командном образовании мы даем бесплатно, у нас даже Сергеем академия гармоничного человека, где мы делимся в своем командном обучении, мы делимся стратегией, мы делимся, как прорабатывать свое подсознание, мы делимся, как вам еще лучше понять систему, как работать с соцсетями, по здоровью проводим много соответствующих обучающих моментов, потому что не будет здоровья, ну, зачем вам-то дать деньги и свободы, да, вот, дальше, как работать с соцсетями, Телеграм, Ютуб, ВК и так далее, у нас там целая база знаний, целая библиотека наших записей, поэтому все, кто зайдет в нашу команду, параллельно, бесплатно, друзья мои, приобретает доступ к этой всей базе знаний, представляете, да, а это экономия несколько сотен тысяч, а то и миллионов рублей, вот, за которые вы, как говорится, можете бегать очень долгое время и так ничего, в принципе, и не сделать. Сколько курсов, которые я покупал, часто у меня просто не хватало физически времени их изучать, я думаю, у многих так же, да. А почему? А потому что вы находитесь в нужде зарабатывания денег, а это значит в биличьем колесе, а это значит, что пока вы из нее не выйдете, у вас не будет время изменить свою жизнь. Вот так устроена эта система, так устроена. Идем дальше. Стартовый поток – это очень интересный поток. Три месяца вы его кормите и семь месяцев он вас кормит. Далее подробненько, конечно же, расскажет ваш лидер непосредственно на вашем примере. И под каждого участника надо строить свою стратегию, потому что у кого-то кредиты, у кого-то долги, у кого-то, наоборот, все хорошо. Кто-то хочет с больших сумм, кто-то с маленьких, кто-то со средних, кто-то хочет быстро, кто-то медленно и так далее. Много очень вопросов надо задать человеку, чтобы понять, ну, как ему помочь прежде всего. И мы, по сути дела, становимся здесь, плавненько. Вот если вы тут тоже останетесь, вы станете финансовыми консультантами. Потому что на данный момент это самая шикарная профессия. Это раз. Ну и кайфолог по жизни. Потому что по-другому-то как, когда у вас полностью будут деньги. Вам надо просто научиться жить с ними. Потому что многие даже не умеют жить. Деньги… Здесь многие люди с опытом. Очень часто возникали такие моменты, что деньги как бы появлялись, да? А вот кайфа не было, представляете? Оказывается, не в деньгах кайф, представляете? Так вот, кайфолог – это огромная, мудрая, такая глубокая профессия, которая учит вас, как надо же жить, да? С кайфом, по сути дела. С удовольствием, да? Жить с благодарностью в сердце. Вот. И поэтому… А вы это сможете понять только тогда, когда станете финансовой свободой. Идем дальше. Про стартовый поток, я думаю, вы немножко поняли, да? То есть, допустим… Приведу пример. Допустим, вы приняли решение зайти в стартовый поток на 20 тысяч. Работает это так. Вы в стартовый поток 20 тысяч. Потом мы подтягиваем e-currency, за счет которого… Это наша криптовалюта нашего сообщества. За счет которого у нас прибыль, да? Мы покупаем ее в сберкассе и подтягиваем дополнительно к потоку. У нас смешанное финансирование идет, поток, да? После этого, после того, как вы потянули e-currency, вы начинаете, как бы, идет процесс начисления алгоритмов. И система через 2 недели… Цикл в стартовом потоке – это 2 недели. Система через 2 недели выдает вам уже первую выплату. Это будет 20 тысяч, это будет ориентировочно около 5 тысяч, да? То есть, вы потом через 2 недели опять туда 20 тысяч, опять потянули e-currency, она уже вам в обратку 10 тысяч. Вы им опять 20 тысяч, опять потянули e-currency, она вам в обратку 15 тысяч. Вы туда опять 20 тысяч, опять потянули e-currency, она уже там вам 18, допустим, тысяч. Потом вы опять туда 20 тысяч. И так вы все 20 периодов, то есть, каждые 2 недели 10 месяцев, да? Но после 3 месяцев, после 3 месяцев, система начинает давать вам больше, чем вы туда начинаете ложить, понимаете, да? Получается, вы взрастили таким образом, как бы, денежное дерево свое, да? Или по-другому я могу сравнить по времени, очень похоже, с картошкой, друзья мои. Я думаю, все здесь, кто-то садил картошку или только в магазине все покупают. И откуда картошка взялась? Из магазина. Помните, сейчас современные дети говорят так? Откуда молоко? Из магазина. Не от коровы, а из магазина, да? Так вот, как посадить картошку? Надо сначала вспахать участок, да? То есть, если почва не будет рыхлая, то она не вырастет. Дальше надо выкопать лунку. Вы понимаете, что у меня опыт картошки посажены до детства тоже, дай бог, да? Я же вырос в обычной семье, рабочей, крестьянской семье, вот. Не смотрите на мои хорошие образования, это результат моего уже личного труда, как говорится. Но я вырос в обычной рабочей, крестьянской семье, поэтому 10 соток под лопату, картошки, это мне знакомо с детства, каждый год. Поэтому, друзья, вот. Вот, скопали и отдали, отдали клубень матушке природе, да? Вот. После этого вам надо закопать, соответственно, и потом она пойдет росток, вам надо окучивать, полоть все три месяца, да? Чтобы получить хоть какое-то нормальное оружие. И внимание, друзья мои! Один клубень превращается в пять-семь клубней. Ну, это разве не лохотрон, друзья мои? Ну, как это такое может быть? Оказывается, у нас матушка природа имеет такую инфраструктуру, которая способна у нас превращать один клубень в пять клубней. Представляете? Как вы считаете? Если бы она не была бы так запрограммирована, мы бы с вами имели возможность вообще жить. Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Вот. Поэтому она уже запрограммирована на рост. Она запрограммирована на том, чтобы вас накормить. Так вот, вы собрали урожай и можете семь месяцев жить очень даже хорошо, по крайней мере, сыто. Вот. Так работает картошка. Вот стартовый поток работает, ну, так же, да? Вы его взрастили три месяца, а потом он вас кормит еще целых семь месяцев. Вы ему туда двадцать, а он вам сорок. Представляете, да? Вы ему туда двадцать, а он вам сорок. Пять. Вот. Поэтому, друзья, стартовый поток – это очень мощный механизм, только его надо раскачать. Есть стратегии, очень хитрые, хорошие стратегии, которые запускают сложные проценты. Если у вас хватит мудрости разобраться с этими стратегиями, у вас будет еще эффективнее процесс идти. Идем дальше. Быстрый поток. Быстрый поток – это линейный финансовый инструмент. Очень простой, как грабли. Вот, как вы привыкли к обычным депозитам в банках, вот, быстрый поток напоминает их. Он подразделяется на супербыстрый поток и обычный быстрый поток. Супербыстрый поток работает две недели. Доходность ориентировочная от 5 до 10%. За две недели, друзья мои, за две недели. Это не за год, это за две недели. Поэтому супербыстрый поток просто обожают наши новые участники, которые еще разбираются в системе. А тут, в принципе, две недели нормально проживу. Поэтому быстрый поток тоже очень хороший поток для коротких свободных денег. То есть каждый день в обычном быстром потоке начисляем, но он работает 30 дней. Работает каждый день с начислением. То есть мы забираем равными числями вместе с прибылью. Прибыль тоже за счет подтяжки нашей криптовалюты и каренсии. Во всех потоках нашего кабинета прибыль за счет подтяжки криптовалюты и каренсии. Это наша криптовалюта нашего сообщества, которой ей уже больше 5 лет, друзья. Когда я пришел в 2017 году, в 2018 году запустили нашу криптовалюту. Пошел первый майнинг, я тоже купил майнеры. И вот с тех пор я уже 6 лет майню нашу криптовалюту и каренсии. Шикарная криптовалюта. И я думаю, вы с ней скоро познакомитесь. Так вот, обычный быстрый поток – это интересный механизм, который сегодня позволит вам сделать взнос, не знаю, вклад, открыть быстрый поток, не знаю, на сколько, на 15 тысяч, не знаю, на 20, на 30 тысяч вы открываете быстрый поток. Сегодня подтянули и каренсии, вот сегодня нажали на первое начисление и сегодня же уже вывели с прибылью к себе, как говорится, в сберкассу. Сберкасса – это наш криптовалютный платежный сервис, у нас огромная финансовая инфраструктура своя собственная. А это дорогого стоит, друзья мои. Так вот, супербыстрый поток – это быстрые деньги. Мы называем это деньги на каждый день, поэтому очень любят быстрые потоки у меня предприниматели, особенно во время оффлайна, не сезона. Предприниматель оффлайн, он часто подпадает под не сезон. Это вот такая боль любого оффлайн-предпринимателя. Это тогда, когда покупательская способность падает, причем очень резко. И вот в этот момент очень важно сохранить оборотные средства, потому что если ты проешь эти оборотные средства, то дальше потом уже жить и наращивать обороты в сезон будет очень сложно. Поэтому вот часто многие оборотные средства закидывают в быстрый поток, прокручивают, на проценты прекрасно живут, а потом оборотку возвращают обратно в оффлайн и хорошо сезон зарабатывают дальше, как говорится. Вот поэтому линейный инструмент, который работает супербыстрый поток две недели, а обычный быстрый поток месяц один работает. Потом его можно заново запустить сколько угодно раз. Есть разные номиналы, стратегии тоже мы рассказываем на командном обучении. Регистрируйтесь, заходите в команду и все будет у вас очень хорошо. Идем дальше. Это еще далеко не все. Есть мегаинструмент, называется растущий поток. Все это просто любимчик из потоков, потому что он живой и с ним очень интересно коммуницировать. Это тот поток, который превратит ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 тысяч в 250 тысяч, ваши полмиллиона в миллион 300, ваш миллион в 3 миллиона, 3 миллиона в 9 миллионов, 10 миллионов в 30 миллионов и так далее, друзья мои. Это такой шикарнейший поток. Это живой финансовый механизм. И то, как вы себя ведете с ним, наша нейросеть анализирует ваше поведение и вам соответствующим образом начисляет ежедневные начисления. Но приблизительно алгоритм мы понимаем, знаем, да, то есть, допустим, если вы сделали, там, не знаю, зашли на миллион, допустим, да, у вас 3 миллиона в потоке. Значит, первое начисление у вас стартует от 0,3 процентов, вот, то есть 3 миллиона, 0,3 процента, 9 тысяч в день, да, и вот с этого старта начинается. И вы нажимаете на кнопочку, 0,3 процента завтра, 0,31, 0,32, 0,33, 0,34, и вот так вот процент ваш растет. И вы, ваша задача растущего потока, всю сумму вот эти 3 миллиона из потока, плавно, чтобы она перетекла в копилочку. А из копилочки деньги доступны уже к выводу, и вы можете вывести в любой момент. Вот, но как только вы оттуда будете забирать деньги, ваш процент немножко снизится на тот процент, который вы заберете. То есть, забрали половину копилки, на 50 процентов откатилось. Допустим, вы дошли уже до 2 процентов в день у вас, вы нажимаете вам, бам, сразу 30 тысяч в день, бам, 30 тысяч в день, вот так вот. Вот, и вы, допустим, забрали половину копилки, да, и значит, на 50 процентов начисление снизилось. То есть, у вас не 2 процента будет в день, а 1 процент в день, да, и дальше начинает расти 1, 0,1, 1, 0,2, 1, 0,3, и вот так вот начинает опять расти. Вот, поэтому называется растущий. Это живой инструмент, очень прекрасный инструмент, он прорабатывает у нас жадность, страх потери прорабатывает, учит терпению. Это такой инструмент, с которым, ну, реально, его надо взращивать, его надо понять, это тот инструмент, с которым наши участники, конечно же, гасят ипотеки, покупают машины, квартиры, добиваются больших целей финансовых. Вот, и, ну, реально, этот инструмент надо понять, надо понять. Чем больше суммы, тем больше у вас будет прибыли в этом инструменте. Ну, до него надо, конечно же, морально дорасти. Идем дальше. Следующий шикарнейший поток, его не все сразу понимают, но люди уже с опытом понимают, что, оказывается, завтра деньги тоже будут нужны, да. Вот, и я вот не вижу тенденции, трендов, показывающих то, что деньги скоро отменят. Поэтому деньги, оказывается, завтра будут тоже нужны. И о завтрашних деньгах конкретно нас учит задуматься именно накопительный поток. Мы его называем поток денег на будущее. Мы его называем наш пенсионный фонд. Мы его называем фонд совершеннолетия, да. Вот, все, кто хотят там учиться, там где-то что-то, накапливают соответствующие, как бы, деньги в фонде. И фонд выдает шикарный доходный, да. Вся табличка доходности вы увидите у себя в кабинете. Если у вас еще нет кабинета, то обязательно зарегистрируйтесь. Возьмите ссылочку у того человека, который дал вам эту информацию. Вот, он поможет вам зарегистрироваться. Если у вас этого человека нет, то можете написать мне в личное сообщение и зарегистрироваться. Поможем, обучим, как говорится, всем нюансам работы с системой. Либо в закрепе, друзья мои, смотрите, есть целый список моих партнеров. Выбирайте любого. Вот, все люди с опытом, с хорошими чеками, как бы, с хорошими уже результатами. Покажут, расскажут, помогут зарегистрироваться и разобраться. Регистрация ничем вас не обязывает, но дает возможность разобраться в системе самостоятельно. Потому что у вас будет уже доступ в кабинет, где вы сможете посмотреть, понажимать, почитать, поиграться с калькулятором. Поэтому милости просим в кабинеты, регистрируйтесь и, как бы, думайте, что дальше с этим делать. Дальше. Накопительный поток – это тот поток, который обеспечивает нам будущее. Я скажу честно, он очень большой мощности. Именно поэтому его, честно сказать, не все воспринимают. Он рассчитан на стратегию от 3 до 25 лет. Знаете, когда Ворона Баффета спросили, почему люди бедные, знаете, что он ответил? Он ответил, что потому что люди не хотят богатеть медленно. Медленно люди хотят богатеть быстро, поэтому они бедные, нетерпеливые, понимаете. Ворон Бафф – это тот человек, который, по сути дела, из бедной семьи поднялся с помощью своего глубины, своих инвестиционных стратегий у самого богатого инвестора этого мира на данный момент. И у него реально есть чем поучиться. Поэтому накопительный поток – это тот поток, который позволит спланировать вашу жизнь на десятилетия вперед. Одну тысячу через три года он превращает в пять тысяч. Он устроен таким образом, что есть период накопления, а есть период выплат. Допустим, вы выбрали одну тысячу рублей, и все три года раз в месяц одну тысячу рублей вы платите. Период накопления. И потом через три года у вас период выплат. Еще три года период выплат вы получаете вместо одной пять тысяч рублей. Грубо говоря. На каждую сумму, на каждый временной интервал коэффициенты разные. Вот, десять тысяч рублей превращается через три года в пятьдесят семь тысяч рублей, ну и так далее. То есть это такой очень мощный инструмент, поэтому используйте этот инструмент для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему в том числе. Я думаю, вы поняли, что каждый финансовый поток у нас заточен на разные деньги. На разновременные деньги. Вот, какой-то быстрый, от двух недель до двадцати пяти лет, представляете, да, какой временной интервал. Но есть еще один прикольный поток, да, очень тоже любят наши новички этот поток. Называется поток удачи, либо у нас беспроигрышная лотерея, друзья. Так вот, это беспроигрышная лотерея. Мы сначала взяли ее из советского спортлото, помните, такое выходные дни было, три, пять из тридцати шести, да. Мы его взяли оттуда, во-первых, сделали ее беспроигрышной, а потом поняли, что надо ее как-то поближе к народу сделать. И сделали пять из двадцати пяти, то есть джекпоты срывать теперь уже намного проще. И как мы видим, в предновогоднюю ночь и в новогоднюю ночь сорванные джекпоты до предновогодней ночи у нас сорвал миллион человек. В новогоднюю ночь десять тысяч евро на европейской площадке. Вот, потом на следующие там через два дня уже три тысячи евро и так далее. Это джекпоты у нас срывается теперь несколько раз в неделю. Поэтому, друзья, мы сделали нашу лотерею беспроигрышную. Это шикарный, интересный поток, тоже мы его называем поток удачи. Состоит лотерея наша из трех лотерей. Это классическая, синяя и золотая лотерея. Классическая стоит 100 рублей, синяя стоит 500 рублей, а золотая стоит 1000 рублей. Ну и джекпоты, соответственно, классическая 300 тысяч, в синей 500 тысяч джекпот, а в золотой это миллион рублей. Поэтому играйте, выигрывайте, друзья мои. Если у вас еще не открыты никакие потоки удачи, самое время, друзья. Идем дальше. Сейчас потрясающая возможность и акция, которая, можно сказать, подарена нам, в том числе продлена до Рождества, до седьмого числа. То есть сегодня, завтра и все. Это и currency дается в подарок. А это, поверьте мне, существенная статья расходов при запуске потока. Поток ориентировочно 30-40% от величины потока мы тратим на расходы на e-currency, для того, чтобы у нас поток запустился и начал работать, приносить нам прибыль. Вот, друзья, сейчас же e-currency дается в подарок всем тем, кто запустит свои денежные потоки и начнет их развивать. Это просто мега крутой старт. И сейчас мы вот все уже реинвестировались. Кто-то уже стал миллионерами. Молодцы ребята, что дошли из небольших сумм и перевалили уже за миллионы. Вы заложили шикарнейший фундамент на ближайший год. И это очень круто. Поэтому также могут сделать любой новый участник. Еще полтора дня вот здесь у нас есть. Идем дальше. Есть еще условия акции. Это при открытии накопительного потока, при оплачивании его наперед, дается golden lot в подарок. Представляете, да? То есть, допустим, golden lot у нас стоит 1000 рублей. Вот, поэтому система следующая. Допустим, вы наперед открыли накопительный поток, допустим, на 2000 рублей. И у вас три года надо накапливать его. То есть, у вас 36 месяцев на 2000 рублей. Это 72 тысячи. Вы проплачиваете там любой период, который вам удобнее. Можете проплатить сразу же на 30 тысяч. Это получается 15 месяцев вперед. Проплатили. И что получается? Получается очень интересная вещь. 50% от величины пополнения наперед, на 50% дается golden lot в подарок. То есть, на 30 тысяч вы оплатили, на 15 тысяч вам golden lot в подарок. То есть, вам 15 лотерейных билетов, которые минимально при самом худшем стечении обстоятельств принесут вам по 450 рублей. Каждый. То есть, получается, это, по сути, такой кэшбэк практически 10 тысяч чуть меньше. Кэшбэк такой сразу. Бам. А если выбить три числа, то шанс, ой, как увеличивается в том, чтобы ваш кэшбэк перевалил за 10 тысяч. А если у вас один хотя бы лотерейный билет выиграет 4 числа, это сразу 35 тысяч. То есть, по сути дела, таким образом, у вас сразу огромный шанс, ну, просто, ну, бесплатно взять этот прекрасный поток. Поэтому пользуйтесь, закладывайте на будущее, как говорится, свой поток удачи, накопительный поток. И еще приобретайте подарок, лотерейный билет. Как показывает практика, выигрывают сейчас каждый день, и это очень круто. Если в обычном на улице вы идете, вы покупаете лотерейный билет, вы, ну, процентов, не знаю, 95, что вы продуете, и все. И вы здесь каждый раз выиграете. Да, я невезучий. Да, мне очередной раз не повезло. То у нас другая система. У нас система, которая, наоборот, вас подымает над землей чуть-чуть. И каждый раз вы выигрываете. И каждый раз вам всегда везет. И каждый раз вы вау, вау, вау. И человек начинает каждый раз все лучше настраиваться на другую волну. И у вас все лучше, лучше, лучше получается. Да, сначала вы радуетесь двум числам выигравшим. Да, потом, бам-бам-бам, у вас три числа. Потом, бля-бля-бам, у вас четыре числа. Вот. А потом уже и джекпот, соответственно. Это вот так идет эволюция в голове человека. Идем дальше. Это же еще не все. У нас еще два жирных потока. Я вообще выделил в сообществе 17 денежных потоков, друзья мои. Это 17 возможностей заработка денег на полной пассиве. 17 возможностей. И вы можете зайти на мой YouTube-канал. Там вот прям видео закреплено на первой страничке. Называется 17 денежных потоков. Посмотрите. И скажу вам честно, это 17 возможностей, которые каждый участник может взять себе на вооружение. И они уже завтра могут давать вам прибыль. Представляете, да? Я вам рассказал только о, сколько здесь, шести денежных потоков. Сейчас я вам расскажу про седьмой и восьмой денежный поток. Вот. И дальше, соответственно, вы все сможете узнать через этот ролик. В том числе зайдите на мой YouTube-канал и посмотрите 17 денежных потоков. Это базовый ролик. Кто в ВК, там тоже в закрепе на лицевой странице есть эта лекция. Я еще проводил ее летом. Поэтому выложил все секреты. Поэтому берите. Она базовая. Пока еще, в принципе, сильно ничего не поменялось. Вот. Следующий шикарнейший денежный поток – это поток реферальных бонусов, друзья мои. Наш фонд рекламы не дает. Наша касса взаимопомощи и наше сообщество никогда не дают рекламы. Вся реклама, весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров, которые рекомендуют через реферальную программу, рекомендуют другим людям. Мы идем только от человека к человеку, от сердца к сердцу. Именно поэтому о нас мало кто слышал. Именно поэтому мы развиваемся медленно, но очень надежно, очень эффективно. Вот. Реферальные бонусы – это потрясающие бонусы. Это та возможность для тех людей, которые пришли в огромных минусах из суда. Вы можете рассказать об этом другим людям и начать строить свои потоки, запускать, строить свою команду. Такая возможность тоже есть. Но у нас нет обязательных приглашений. Хотите – приглашайте, хотите – не приглашайте. То есть подростковый период, когда коммерческих проектов, которые надо обязательно приглашать, мы уже давно прошли, друзья мои. Поэтому у нас нет обязательного приглашения. Поэтому мы называем себя как сообщество онлайн, децентрализованное сообщество свободных людей, которые объединили свои активы, объединили свои усилия для помощи друг другу в реализации своих личных целей. Поэтому, друзья мои, это единственная цель, для чего мы здесь, кажется, сегодня собрались помочь друг другу, оказать взаимопомощь. Вот. Поэтому, друзья, можете пользоваться этой возможностью. Она есть для каждого. Каждый ее может пользоваться, а может нет. Поэтому у нас не обязательно приглашать. Так как это работает? Допустим, ваш, не знаю, возьмем там поток какой-нибудь, не знаю, растущий давай поток возьмем. Вообще реферальные бонусы у нас от 2 до 7% в зависимости от потока, да? Допустим, вот у вас вы порекомендовали кому-то, да? Ему понравилось, он зашел в систему, соответственно, решил создать себе, сейчас вот воспользоваться акцией, решил создать себе растущий поток на 100 тысяч. Все. Он вкладывает 100 тысяч, запускает поток, делает первое начисление, и вам приходит, как к пригласителю, вам приходит 7% реферальный бонус. То есть 100 тысяч, 7 тысяч вам вот чисто, ну, реферальный бонус, представляете, да? Вот, есть люди спокойно, молодцы, они заходят, уже мыслят не сотками, мыслят миллионами. Человек зашел на миллион, 70 тысяч у вас реферальный бонус, понимаете, да? На эти 70 тысяч вы можете открыть свой поток, 70 тысяч у вас превратятся ориентировочно в 100, где-то 160, 180 тысяч. Вы можете посмотреть в калькуляторе, в кабинете, вот, и уже у вас начинается уже движение ваших денежных потоков. Вот, поэтому реферальный бонус используйте, кому это интересно, и развивайтесь здесь. Если же вы уже пошли дальше, вам не просто все нравится, вы разобрались, как работают потоки, вам нравится философия сообщества, вы понимаете, что здесь все прекрасно работает, вы разобрались с инфраструктурой, как там что сделать, да, и вы пригласили хотя бы 10 человек для начала, да, то вы можете пользоваться следующим, как бы, следующая ступенька, это называется закрыть лидерский статус, хотя это не статус, это у нас по-настоящая должность, да, и вам открывается вся глубина вашей команды. Вы пригласили 10 человек, разобрались во всех технических моментах, как работает у нас система, и вы можете по желанию, опять-таки, у меня есть люди, которые не хотят закрывать лидера, говорят, сам вот возись с пригласителями, а мы вот приглашаем, говорит, зарегистрировали, все, а дальше вот все тебе на обучение, вот, парься с ним и сам, а мне хватит реферальный бонус. Есть и такие, вопросов нет, вот, они уже давно, там, у них 20-30 человек в первой линии, и все, вот, они кайфуют от этого, что им не надо никого консультировать сильно много. Так по мелочи для начала проконсультировали, и все. А лидер же, он наоборот, он парится, он, как я, вот где-то созвоны, проводит презентации, рассказывает, обучает, показывает. Вот, и лидеру открывается вся глубина его команды. По лидерским веткам до седьмого уровня, по веткам своих участников, той ячейки лидерской, которую он непосредственно консультирует, до бесконечности. Представляете, друзья? До бесконечности. И это очень круто. Это потрясающая возможность. Так вот, структурный командный бонус, там, от 0,1%, в зависимости от глубин, до 5% ориентировочно, опять-таки, в зависимости от потока. Это хорошее тоже денежное начисление, которое могут помочь вам еще дополнительно запустить ваши денежные потоки через реинвестирование. Но что для этого надо? Надо пригласить минимум 10 человек, по вашему желанию. Вот, и дальше пройти соответствующее обучение, сдать собеседование. Вот в моей команде у меня собеседование, допуск экзамену к топ-лидеру, а потом уже экзамен у топ-лидера. Вот, после этого на совете лидеров принимается решение о присвоении данному человеку, как бы, должности лидера, и лидер уже отпочковывается, можно сказать, своей лидерской ячейкой и начинает развивать уже ее самостоятельно, да, в том числе. Ну, под надзором, присмотром, не знаю, консультациями вышестоящих лидеров, конечно, но уже он такой становится самостоятельным. Ему открывается глубина дополнительной возможности, и он начинает, как бы, идти дальше. Ему это интересно. Кому это неинтересно, может, не брать эту возможность. У нас сообщество свободных людей. Кому неинтересно, ну, вообще, вообще никого не держим, скажу честно. Ну, никто еще из моей команды не ушел, как бы, вот, несмотря на то, что, как бы, ну, вообще никого не держим. Дальше. Что вообще у нас есть? Это не все денежные потоки. Я сейчас вам рассказал всего лишь о 8 денежных потоках. У нас их 17 денежных потоков. Вот, у нас много сопутствующих проектов, много проектов, которые участвуют в финансовой нашей, вернее, участвуют в перераспределении денег и часть нашей финансовой инфраструктуры. И у них, у каждого проекта есть своя реферальная программа. И интересуйтесь, у ваших пригласителей, лидеров по поводу этих программ, и вам все очень многое расскажут. Дальше. Какая у нас финансовая инфраструктура есть? Давайте в доступе. Сейчас это не вся финансовая инфраструктура в доступе. Сейчас далось нам то, что нам надо на сегодняшний момент. Дальше еще много проектов на стадии запуска и разработки. Главное, чтобы вы хоть с этим разобрались бы. То и то, слава богу, кажется, было бы. Вот. Что у нас есть? Четыре фонда коллективного самообеспечения, либо кассы взаимопомощного поколения в разных валютах. Для постсоветского пространства это в основном поток кэш в российских рублях. Вот. Для Европы это общий европейский фонд у нас есть в евро. Испания, Португалия, Латинская Америка тоже в евро. И есть испанский сайт. И вот недавно появился польский сайт. Там довольно сильное комьюнити тоже организуется. Многие переехали туда с Украины, Белоруссии. В Польше, в принципе, тоже восприняли очень идею хорошо. И очень хорошо стал развиваться польский фонд. Именно поэтому приняли решение организовать свое польское пространство. Там злотый у них. Валюта злотый. Поэтому я есть везде на всех четырех площадках в квалификации лидера. Поэтому кто захочет, то без проблем можете зайти под любую валюту. Проблем то нет вообще. Вот. Дальше идем. У нас есть два криптовалютных платежных сервиса. Это сберкассы и мани-стораж. Сберкасса в основном заточена для постсоветского пространства. Но, в принципе, ей могут пользоваться любой человек на планете Земля. Потому что мы в основном заводим, выводим с сберкассы, в том числе, криптовалюты. Либо обменом между собой. Есть разные способы. Их много. Порядка шести-семи способов, как можно заводить, выводить деньги. Поэтому об этом мы уже на командном обучении все рассказываем. Вот. Мани-стораж в основном заточен для работы с западной финансовой системой. Вот. Поэтому три площадки наши. Это общая европейская площадка. Дальше, соответственно, площадка у нас польская и испанская. Они работают с мани-сторажем. Мани-стораж у них привязан в кабинете. И они пользуются всей возможностью нашего второго криптовалютно-платежного сервиса. А это действительно очень интересно. Дальше. У нас есть криптовалюта нашего сообщества. Называется e-currency или electronic currency. currency, да, вот, электронная валюта по-другому переводе называется. Вот. Это не токен, это не коин, это currency. Currency – это, можно сказать, третий этап развития криптовалюты. Это универсальное платежное средство, друзья мои. Вот. Это как раз та технология, по которой идет развитие сейчас вот и банковской системы. Вот. Поэтому на данный момент e-currency обладает очень большой мощностью. Я лично вот майню ее уже 6 лет. Вот. E-currency задействована у нас в денежных потоках. Именно благодаря нее мы ее используем. На нее огромный спрос. И благодаря e-currency у нас прибыль в поток. Поэтому, друзья, это очень шикарная валюта с большой скоростью транзакций. Вот. А сейчас в наше время это очень ценно. Вот. И e-currency у нас будет как универсальное платежное средство во всех других проектах в том числе, допустим. Я вот все жду, не дождусь, пока наше сообщество наконец-то достигнет несколько миллионов человек. Нас сейчас несколько сотен тысяч по всему миру. Но нам надо несколько миллионов человек, чтобы запустился наш социальный агрегатор. Вот. Это по-другому можно назвать его наш социальный marketplace, да, где мы можем обмениваться товарами, услугами. Где мы можем между собой, внутри сообщества, оказывать друг другу какие-то услуги. Где-то консультационного плана. Где-то, не знаю, товары какие-то в том числе продавать. За e-currency, друзья мои, это просто будет бомба. Это взрыв просто нашего сообщества будет. Это будет просто улетная штука. Я вот очень сильно всей душой жду, когда вот наше сообщество созреет к запуску. Все уже готово. По сути дела, все, что надо, это всего лишь критическая масса единомышленников. Нам, по сути дела, в сообществе деньги не нужны вообще. Денег у нас вообще дохренища. Нам нужны единомышленники. Те люди, которым, ну, вот эта идея взаимопомощи, она близка по сердцу. Если не близка, то идите, пожалуйста, вот в финансовый мир, вот в тот вот, да, и пока хватает здоровья, машите лопатой, либо что-то делайте по вашей профессии. Вот. Как надоест, придете спокойно. Мы будем уже на 15-м году развития, на 20-м году развития, на 25-м году развития. Всегда вас примем, обогреем, как говорится, и начнете здесь развиваться. Ну, конечно, потеряете 5, 10, там, 15 лет, ну, ничего страшного, как говорится, догоните. Вот. Именно поэтому, скажу вам честно, здесь место, где надо быть, где надо остаться. Я здесь уже 6 лет, друзья мои. Я думаю, надеюсь, вы чувствуете, что я далеко не дурак, да? Так вот, я больше никуда не ходил. Ни по каким проектам, ни по каким помойкам, нигде не шастал, понимаете, друзья? Мне здесь всего хватает. Несмотря на то, что, как бы, я человек, ну, которому много по жизни надо, но мне здесь всего хватает, представляете? Ну, всего. Хоть бы хватило времени физически вот это все освоить, представляете? Что есть только у нас. Так у нас есть еще, нам еще не все сейчас открыли, понимаете, да? Что у нас еще куча проектов там, за бэкэнд, да, бэк-офис, да, там, за кулисами. У нас еще очень много проектов. Только набираем потихонечку критическую массу единомышленных. Надеюсь, вы такие, поэтому присоединяйтесь. Если у вас еще нет кабинета, обязательно зарегистрируйтесь. Возьмите ссылочку у того человека, который дал вам эту информацию, пригласил в этот чат. Вот, он станет вашим личным пригласителем. Вот, если у вас этого человека нет, можете писать мне личное сообщение, и я дам вам реферальную ссылку, вы зарегистрируетесь в моей команде, всему научу, расскажу. У нас есть командное обучение, есть Академия Гармоничного Человека, где мы делимся знаниями, друзья мои, которые стоят миллионы. А вы эти знания просто будете бесплатно, как говорится, учиться им, только потому что вы здесь в довесок к доходу с ваших денежных потоков. Так вот, если же, либо вот в закрепе список целых лидеров, прекраснейших лидеров, консультантов, выбирайте любого себе по душе, регистрируйтесь, пишите в личку, скажите, я хочу, и вперед, как говорится, в добрый путь, и все получится. Дальше, облачный майнинг. Это еще одна возможность, еще одна часть нашей финансовой инфраструктуры. Я уже майнингом пользуюсь 6 лет. Кстати, да, в начале 2018 года я впервые купил, в январе, кстати, вот это практически 6 лет, в январе я купил майнер свой первый и начал разбираться с этой штукой, как это все работает. Вот, и с тех пор я майню икаренси, вот уже 6 лет. Это круто, конечно. Вот, и сейчас, когда икаренси сделала x15 в этом году, x15, друзья мои, то есть, если вы бы миллион вложили в нашу валюту в январе, а сейчас бы ее продали, через год, то у вас было бы 15 миллионов, а то, может, даже и больше, 16, либо, может, даже 17. Я не контролирую сейчас вот этот момент роста, но где-то в среднем x15 наша криптовалюта дала. Если не 20, я скромничаю, возможно, да. Так вот, облачный майнинг, друзья мои, это тоже потрясающая возможность для заработка, поэтому те, кто еще не разобрался, но самое прибыльное, это, конечно же, потоки, а потом уже идите дальше, развивайтесь и берите все возможности. Вот, дальше, что у нас есть? У нас есть блокчейн, свой собственный блокчейн. Многие банки не имеют своего блокчейна. Друзья мои, еще раз я повторю, многие банки не имеют своего блокчейна еще пока. Знаете почему? Потому что это долго и дорого, долго и дорого. Мы потратили на это много лет для того, чтобы у нас был свой собственный блокчейн. И не простой блокчейн, а с большой скоростью транзакции. А это сейчас очень дорогого стоит. Попробуйте перевести биткоин, вы несколько дней его будете ждать, пока он к вам прилетит. Наша же криптовалюта летает, как пуля, туда-сюда. Поэтому вы это почувствуете, когда начнете пользоваться нашим блокчейном через наш криптовалютно-платежный сервис. Также в наших кабинетах полностью вся история. Все записано, все учтено, ваши пополнения, съемы, реинвесты, все записано. Поэтому у вас будет полностью доступ ко всей информации. Дальше. У нас своя собственная нейросеть, которая участвует за безопасностью работы всей нашей системы. И задача нейросети сделать так, чтобы наша система работала вечно. С чем она великолепно справляется. Вот уже почти два года. Поэтому, друзья, это небольшая часть нашей финансовой системы, а этого уже многим хватает. Можете закипеть даже. Потому что все, что я перечислил, это четыре фонда, два криптовалютно-платежных сервиса. Дальше, соответственно, сайт криптовалюты нашей currency, облачный майнинг сайт. И так далее. То есть если вы хотя бы с вот этим, а еще наша биржа, не наша, в смысле, биржа, на которой мы тоже можем покупать и currency, и блокбит. Еще вы там. То есть у вас как минимум будет сайтов 8-9. Уже у многих от этого только закипает мозг, как говорится. Но это же далеко не все, друзья. Я только еще знаю еще 3-4 проекта, которые я только знаю. А что я еще не знаю, поэтому. 3-4 проекта, которые могут быть в любой момент запущены. Идем дальше. Откуда берутся деньги? Давайте сразу я вас сейчас отвечу на вот эти все вот эти вот вопросики такие. Лохотрон, не лохотрон, пирамида, не пирамида. Лохотрон. Скажу честно, лохотрон, но который платят каждый день. Представляете? Лохотрон, который не надо приглашать. Круто, да? Крутой лохотрон. Я готов играть в этот лохотрон. Так вот, откуда берутся деньги? Вот вы прямо сейчас пометьте для себя, чтобы вы четко поняли, да? У нас несколько источников дохода. Еще раз повторюсь. У нас несколько источников дохода. Первый источник дохода у нас. Это, конечно же, от прогнозирования. Прогнозируемого роста курса нашей криптовалюты. Это первый, не самый большой, но очень солидный источник дохода. Это от нашей криптовалюты и каренси. Потому что всегда нам нужна наша криптовалюта. Без криптовалюты нашей доходности у нас не будет. Мы ее идем, покупаем в сберкассе за 40 рублей. А в кассу взаимопомощи у нас забирают ее по 200 рублей, друзья мои. За счет этого у нас получается прибыль. Если мы и каренси не подтянули, прибыли не будет. Поэтому спрос на и каренси огромнейший, просто огромнейший. Но многие закупают впрок ее и становятся выгододержателями этой криптовалюты. А это действительно сейчас очень выгодно. Идем дальше. Даже есть у меня участники, которые многие потоки так не понимают, но они консерваторы по жизни. Они ведут сберкассу, делают депозиты. Это первое. А второе, они просто тупо купили криптовалюту и с ней сидят. И они уже сейчас несколько иксов сделали только на вот этом. Я говорю, окей, хорошо. Вы не понимаете потоки, не понимаете, для чего они нужны. Но тогда у нас есть депозит на сберкассе. 22% не дает никто. Удвоение капитала даже больше за 5 лет. Если вам этот инструмент нравится. От 3 месяцев получается депозит на сберкассе. 3 месяца, 6 месяцев, год, 2 года, 3 года и 5. Итого 6 депозитов на сберкассе есть. Выбирайте любое. Можете сразу все запустить. И у нас есть криптовалюта. Купили, положили, сидите, ждете. Все. Тупо. Вообще ничего не надо делать. Сообщество двигается. Это много таких лидеров, как я, которые двигают сообщество. Мы развиваемся. Криптовалюта дорожает. Все очень просто у нас. Вот. И на данный момент мы сделали так, что наша криптовалюта не является спекулятивным инструментом. Это тот инструмент, который мы используем в наших денежных потоках. Это инструмент помощи заработка денег в потоках, да? В нашем финансовом алгоритме перераспределения денег. Следующий источник дохода. Это справедливого перераспределения денежных средств. Пирамидальную структуру этого общества мы разрушили. У нас нет ни верхов, ни низов, ни первых, ни последних. У нас одноранговая сеть, друзья мои. В одноранговой сети все одинаковые. И неважно, кто-то. Новичок вчера зарегистрировался. Лидер, топ-лидер, обычный участник, куратор. Неважно, кто-то. Мы прежде всего участники, да? Это как все равно, что вы в поход пошли, да? Взяли с собой еду и пошли в поход. Все фирмы, допустим, в частной фирме вы работаете. А фирмы и генеральный директор, и главный инженер, и начальник там какой-то, главный бухгалтер, обычный рабочий, мастер какой-нибудь производства. Вы всей гурьбой пошли человек 50, допустим. Поставили лагерь и сложились продуктами. Взяли часть ваших продуктов, положили туда, воды налили. Потому что 5 человек несли по 2 5-литровика, да? Они вот сколько там, это 10 литров, 5, 50 литров они несли воды, чтобы вот такой большой чан поставили, суп туда. И каждый туда насыпали. И потом общий суп сварили, да? И каренси – это специи. Туда специи добавили, чтобы вкусно было. Вот, и поели, все вместе сели вокруг этого костра и поели. Вот, это называется касса взаимопомощи. Вы друг другу оказали взаимопомощь. Ведь у кого-то только макароны, он же не сможет их жевать просто так. А у кого-то вода только была. А у кого-то была консерва. А у кого-то было специи. А у кого-то была картошка. Он нес картошку. А кто-то морковку взял. Понимаете, да? Что, чтобы сварить один большой суп в походе, надо всем друг другу оказать взаимопомощь. Так же и здесь. Мы все оказываем взаимопомощь. И у нас разные инструменты. Кто-то любит быстрый поток. Вот просто фанатеет от него. Он его понимает. И нахрен ему там все остальное надо. А кто-то обожает растущий. Ему вот эта быстрая мелочевка, эти миграции. Ему вот время дороже. И он сразу растущий поток на серьезную сумму. Кто-то по ним врубился, как работать стартовый. И он как комбайном начинает идти к стартовым. По стратегии уже идти. И так далее. То есть все люди разные. Деньги у всех разные. Появляются в разное время. В разных количествах. И каждый человек начинает по-разному строить свою личную стратегию. Потому что вы сами себе становитесь директором, финансистом, бухгалтером. И это ваш кабинет. И вы сами делаете с вашими деньгами что вы хотите. Хотите, реинвестируйте. Хотите, выводите. Хотите, заводите. А, кстати, если будете, выводите. У вас будут рубли на сберкассе. Напишите, пожалуйста, мне. Я у вас их куплю. У меня очередь рублей на сберкассе за спиной моих партнеров стоит на миллион, друзья мои. Поэтому если у вас будут рубли на сберкассе, срочно пишите мне. Я у вас все куплю. Если у вас хотя бы даже миллионы, в течение суток мы все у вас разберем. То есть все люди перечислят вам это с миллиона, вы со сберкассы перечислите нам. Поэтому, друзья мои, пишите срочно, если у вас рубли на сберкассе. Это огромный дефицит в нашей системе. У нас проще вывести деньги, чем их завести. Так устроен нонсенс, диссонанс в башке. И такое у нас бывает. Чем дольше вы здесь задержитесь, тем больше всяких интересных вещей для себя почерпнете. Так вот, друзья, деньги у нас от справедливого перераспределения денежных средств. Почему? Потому что дохода у кассы взаимопомощи нет. Его не существует дохода. Весь доход распределяется участникам нашего сообщества. Почему? А потому что у нас нет ни хозяина, ни владельца, ни серого админа, ни учредителя. У нас нет того, кто создал это как бизнес. Понимаете? Когда-то всем знаменитые, не знаю, можно сказать, финика, всем знаменитые, взяли нашу из нашей кассы взаимопомощи. Я просто свидетель всему этого. Это был 17-й год, 18-й. Взяли наш старый алгоритм, который мы модифицировали, изменили в более серьезные вещи, как потоки. Они взяли наш старый алгоритм, поставили на коммерческие рельсы и сделали из этого бизнес. То есть проект под названием, коммерческий проект под названием финика. Друзья мои, они работали по нашему старому алгоритму, от которого мы отказались, потому что он показал определенную свою неэффективность. У нас была статистика. У них-то не было статистики, а у нас-то была уже статистика. И мы поняли, что этот алгоритм надо менять. И мы поменяли его. И мы сделали нашим финансовым алгоритмом более настроенными на обучение. Сейчас вы не просто запускаете потоки, вы учитесь параллельно правильным действиям. Ваши нейронные связи в голове каждый раз, когда вы развиваете свой кабинет, вы инвестируете, реинвестируете, либо снимаете, учитесь пользоваться деньгами. Положил, взял, положил, взял, положил, взял. Бедный человек хочет только брать, брать, дай, 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 понимаете, да? Но человек с богатым мышлением, мы же с вами выросли не в семьях миллионеров, да, где с детства учат инвестирование. Положил, взял, положил, взял. Даже крестьяне еще до революции умели грамотно реинвестировать в сельское хозяйство. Ты, говорит, мелок, сад сначала заложи, три года его рост, а потом урожай будешь собирать, да? Вот этому учили, то есть природа, природосообразное мышление. А сейчас что? Дай, 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 все дай, бургер дай, чизбургер дай, еще что-то дай, все только дай. Он не понимает, что надо что-то, круговорот воды в природе должен быть. Ну и от этого страдают все, поэтому все бедные. Идем дальше. Деньги оттуда, что доход остается у нас. Доход, весь система остается здесь. Он распределяется по нашим справедливой системе перераспределения. Не по пирамидальной системе, где деньги уходят вверх, а по одноранговой сети. По одноранговой системе перераспределения по справедливым законам. Вот эти законы не просто так были. Мы изучали очень многое, что это история, конечно же, история взаимодействия, объединения людей в разных эпохах, друзья мои. Ведь это всегда наши предки объединялись в трудные времена, друзья мои. До революции это общины были, и люди объединялись общинами. Допустим, давайте я вам расскажу чуть-чуть про, вот я все время просто фанатею от этого, пример хороший очень, это старообрядческие общины. Вот они были гонимы после реформы Никона, а старообрядцы были гонимы в Российской империи. То есть их пинали везде, короче, ничего нигде не давали, должности нельзя было государственно занимать и так далее. То есть с ними не сотрудничали, то есть их везде. Поэтому они вынуждены были замкнуто жить своими общинами. Но после революции, вернее попытки революции в 1905 года, как бы Николай II дал им вольную, по сути дела. И перестали идти гонения на старообрядцев. И, друзья мои, с 1905 года по 1917 год за 12 лет в обычной системе не было ничего, ни машин не было, все на лошадях ездили. Не было ни компьютеров, не было ничего, ни автоматизации, ни роботов, ничего не было. За 12 лет, подводим итог, до революции, революция где-то в 1917 году была, до 1917 года за 12 лет подводили итоги. Так вот, 70% миллионеров Российской империи, а это в золоте, друзья мои, было из выходцев-старообрядцев. 70%? Как вы думаете, почему? Как так у них получилось за 70% и что их звездочки выскочили в миллионеры? Вопрос, как такое возможно? Гонимый народ, которые в общинах выживали, да, можно сказать? А тут они бам и выскочили в миллионеры. Да очень просто, за их спиной община стоит, понимаете? Община выращивала, и самых талантливых она пропихивала везде, и проплачивала им образование, давала начальный капитал под какие-то бизнес-проекты. И у них заводы стали строиться, фирмы, фабрики, вот, понимаете, да? И за счет этого они ставили бизнесы, и часть этого доходов с бизнеса они обратно в общину отдавали, помогая другим своим общинникам, которые их подняли в свое время. Это называется взаимопомощь, вот, когда у тебя бизнес, а за твоей спиной община, вот, и у тебя не обычные наемные сотрудники, а ты можешь из общины свои взять людей и уже с ними на дружеских, на братских отношениях развиваться, понимаете, да? Вот это маленький-маленький такой пример истории нашего народа. Дальше идем дальше. Советский Союз, да? Какие формы объединения людей в советское время, да, были? Мы не будем брать вот такого плана, там, типа коммуны, то, сё, но даже на этом, на этих формах объединений строились. Байкало-Амурская магистраль, всевозможные города с нуля строились, понимаете, индустриализация когда была. Ну, даже давайте мы это все опустим. Возьмем просто элементарные формы объединения последних лет Советского Союза. То, что это? Это черные кассы. Вот моя мама работала на военном заводе, черные кассы использовали, да? Люди сами объединялись и помогали друг другу перераспределять деньги и крупные покупки помогали друг другу делать. Шикарно. Дальше кассы взаимопомощи были и на предприятиях существовали. Вот, профсоюзы, которые работали и помогали людям где-то с помощью. Ну, это ладно, профсоюз это уже больше сверху слово. А что слово снизу? Дальше. Объединение людей в гаражные кооперативы. Люди строили гаражи. Это причем собственная инициатива людей была, друзья мои. Дальше. Объединение людей в строительные кооперативы. То же самое и так далее. Был председатель кооператива, собрание, там все как положено, да? Люди себе строили, люди помогали. Предприятие давало деньги на это, да? Хотя, в чем прибыль, выгодность предприятию в советское время было давать деньги? Нет. Прибыльности нет. Просто другая ценность была. Другая система перераспределения. Вот и все. Сейчас многие молодые люди, они выросли уже при капитализме, а у них просто понятие в голову даже не может войти. Чтобы ты пришел на предприятие, молодой специалист проработал там 3-5 лет, тебе квартиру дали, друзья мои. Дали квартиру, дали от слова получить. От слова просто так, от слова совсем. Понимаете, ты пришел с чемоданом, и у тебя твоя квартира. Такого сейчас нет. Придите даже поработать на государственных предприятиях. Вам что скажут? Иди ипотеку бери дорогой, да? Мы квартиры не даем. Вот, потому что мы живем в другой сейчас системе перераспределения. По капиталистическим законам. А это другие законы, друзья мои. Итак, откуда же деньги? Я думаю, немножко поняли, да? Что система распределения – это очень важный источник дохода, между прочим. То, как они перераспределяются, от этого зависит и прибыльность, доходность в том числе. Дальше. Это пирамида. Вопрос широко распространенный, да? Нет, друзья мои, не пирамида. Это касса взаимопомощи. Я вот сейчас вам рассказал, что такое пирамида. Это когда деньги все вверх стекаются, да? Вот доллар переверните, доллар переверните, да? И там вот пирамида четко нарисована. Никто уже ничего не стесняется. И там вот всевидящее око, да? Вот туда деньги идут всем. 1% населения нашей планеты владеет 90% ресурсов. Это пирамида. Именно поэтому посмотрите фильм «Деньги. Пирамида. Долго», пожалуйста. Если вы еще не смотрели, значит вы вообще не понимаете, как система устроена, в которой вы вынуждены жить сейчас. Вот. Поэтому отличайте, пожалуйста, пирамиду от кассы взаимопомощи. Это вещи совершенно разные. И уж тем более кассы взаимопомощи в наше сообщество, которое подкреплено несколько сотен тысяч людей и огромной финансовой инфраструктурой, которая стоит очень дорого. Мы затратили несколько десятков миллионов долларов, чтобы создать несколько, первое десятилетие, 10 лет нам потребуется, чтобы создать эту инфраструктуру, друзья. Это долго, дорого, дорого и долго. Вот. Такие вещи не делают, чтобы кинуть народ, поверьте мне. Чтобы кинуть народ, не надо делать ничего много. Это невыгодно делать то, столько много и дорого, друзья. Это просто надо обычный сайтик, какую-то внутряночку, легенду красивую придумать. Ну и все, маркетинг красивый. Все, погнали, полетели, давай, давай. И все, понимаете? А у нас же все есть. Ну, это просто нецелесообразно с точки зрения. Ну и, соответственно, деньги у нас платятся каждый день. И приглашать у нас никого не надо. Друзья мои, деньги каждый день, вы задумайтесь. Я, как человек, который 10 лет занимался бизнесом, для бизнеса, вот скажи, платить своим сотрудникам каждый день. Я скажу это, экономически невыгодно, потому что вы даже, ну, сливкой саккумулировать не успеете. Не успеете жирок набрать, потому что, понимаете, в чем смысл? Вот. А здесь деньги каждый день. Именно поэтому я и говорю, у нас не коммерческий проект, но деньги у нас есть. Вот в чем вся суть. У нас цель кассы взаимопомощи – оказать взаимную помощь. Вот и все. Кому оно надо и кто в состоянии это делать, пожалуйста, присоединяйтесь. Кому не надо, пожалуйста, развивайтесь в той системе, где вы сейчас есть. Я надеюсь, что у вас все получится. Идем дальше. Обязательно ли приглашать? Да. Приглашать у нас не обязательно. Хотите – приглашайте, хотите – нет. От этого наша система никак не зависит. У нас, как бы, старые участники, костяк у нас есть. Это самое главное. Именно этот костяк инвестирует, можно сказать так, в кавычках, в сообщество миллионы, друзья мои. А вот новые участники – три тысячи. То есть ваш вклад в тысячу, три, пять, ну никак не разогреет всю систему, понимаете? Это хоть тепло, хоть холодно, понимаете? Это миллионы надо людей собрать, чтобы по тысяче был какой-то результат, понимаете? Поэтому держится система на старых участниках. И наши потоки так хитро устроены, что их надо постоянно пополнять, понимаете? То есть я постоянно пополняю свои потоки и постоянно снимаю. Пополняю – снимаю, пополняю – снимаю, пополняю – опять снимаю. Каждый раз все больше, больше и больше. И от этого уровень жизни мой, моей семьи растет, 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 понимаете, да? Так устроены наши потоки. Поэтому если вы начнете с ним взаимодействовать, то вы поймете, что это круто, это мега круто. И от этого станете свободными. Поэтому хотите – приглашайте, не хотите – не приглашайте. У меня есть участники, которые крутят миллионами, но вообще никого не пригласили. А есть участники, которые наоборот в данный момент приглашают, приглашают и потом только крутят тоже миллионами в том числе. Так, ну что, друзья мои, я думаю, на этом пока я буду уже заканчивать. Так, здесь уже кто-то хочет добавить что-то, да? Эсма, смотри, включен микрофончик. Вот, ты хочешь что-то добавить, интересную историю рассказать? Милости просим. Ну, я намечайно нажала. Всем привет. Случайность и не случайно, мы же знаем, да? Да-да-да. Рад слышать. Расскажи свою историю, вот как ты сюда попала и вообще в трех словах за одну минуточку. Так, ну как я сюда попала? Скажу честно, ребята, я об этом сообществе слышала два года назад от партнера, но не услышала. Ну, наверное, не время было, да? Услышала в сентябре месяце, меня пригласили повторно в это сообщество. Я, ребят, ну я как-то вот не задумывалась, зашла, неделю, скажу, ну, отыла быстрый поток на три тысячи. И стала, ребят, разбираться. Я каждый день, неделю ходила на презентации. Набиралась вот этого опыта. Лазила в кабинете, да, изучала, спрашивала. Андрея, наверное, задолбали. Простите, но мы его... Да и дай внутрянку. Это вам не матрица. И говорят, внутрянки нет. Учитесь криптовалютой заводить деньги. Ну, научились. И через неделю, ребята, я зашла сразу же на растущие на 30 тысяч. То есть у меня потоки 60. Зашла на стартовые. 2000 тогда был номинал. Это сейчас уже 5, да? Мы зашли 2000. Я на 4 периода 8 тысяч зашла, подтянула и каринсы. Вот. И, ребят, за 10 дней сделала лидера. У меня стала расти команда. Я не собиралась приходить и никого не приглашать. Я разобралась и стала строить команду. Спасибо, благодарна. Команда растет, команда большая. И я уверена, что в этом году она будет очень-очень большая. Сейчас у меня в потоках, в растущем, около 500 тысяч, 400, вот если так. Акция помогла. Спасибо Дмитрию Васадину. Вот. Открыла, ребята, 3 потока стартовых. И буду до 10 открывать. Это я для себя решила. То есть я хочу стартовым поток денег. То есть есть своя стратегия. Вот. Накопительный. Спасибо тоже акции. Долго не могли понять, что за накопительный. Да, проплатили вперед и партнеры. Ребят, кто сегодня первый раз? Поверьте, такого сообщества, такого инвести... Даже если вы где-то были в инвестициях, поверьте, такого нет и никогда не будет. Потому что я... У меня жизнь изменилась. Хоть я работаю в найме, да. Но моя жизнь изменилась настолько, что у меня деньги каждый день. У меня даже в найме зарплата два раза в месяц. Которую получил, через два дня потратил. Кредиты коммунальные там свои... И их нету. Здесь, в сообществе Меркунии, здесь деньги каждый день. Спасибо, Андрей. Спасибо, что я услышала вас. Спасибо Надежде, спасибо Нине, да. Ребят, я просто счастлива, что я в этом сообществе. Спасибо. Отлично. Спасибо большое, Эсма. Эсма – это пример того, что можно прийти и за три месяца изменить свою жизнь. Это просто мега круто. Так, ну что, друзья, кто еще хочет что спросить? Андрей, я очень хочу. Хочу поделиться. Друзья, вот в августе месяце, 15 числа, я услышала, вот на таком же голосовом эфире, услышала про возможность. Сразу зашла, спросила Андрея, что мне надо сделать, потому что мне деньги нужны были еще вчера. Просто было пять кредитов, просто несколько лет танцы на граблях, потеряла, оставила на просторах интернета очень много, и пришла сюда никого не приглашать. Я замученный сетевик, я выгорела. Но вы не представляете, что случилось со мной. Я зашла, Андрей мне сказал, открывай все потоки, только так научишься видеть, как они работают. И теперь, спустя 4 месяца, еще нет, даже полгода. Друзья, бонус за приглашенных, я просто пока Андрей вел презентацию, посчитала, в растущем потоке 100 тысяч, а бонус за структуру, это про тот поток мощный, который говорил Андрей, уже 328 тысяч. Друзья, смотрите, и в быстром потоке уже и за реферальные, и за структурные бонусы 100 тысяч. На сегодняшний день я после эфира обязательно сброшу скрины. Поэтому здесь я не могла не поделиться с людьми, особенно с теми, которые потеряли на просторах интернета огромное количество денег. Так вот, на сегодняшний день, ну вернее, не на сегодняшний, еще раньше, я стала свободной, я уволилась. мне наше сообщество дало вольную. Я просто стала свободной, счастливой, и теперь, ну, жизнь моя на 380 градусов изменилась, друзья. Ну ладно, не скромничай, ты уже стала миллионершей уже. Ну да, да. Ребята, скажу, что начала растущий поток с 10 тысяч, с 10, с 10, на сегодняшний день в потоке миллион 300, ой, 100, о, о, миллион 130. Миллион 300 скоро. Да, скоро будет, да. Ну, может быть, завтра. Отлично, отлично. Супер. Друзья мои, вот это две небольших истории, а таких историй очень-очень много в нашем сообществе, и это действительно мега круто. Так, ну что, кто-то здесь поднимает у нас руку, Лидия, слушаем, Лидия. Лидия, нажмите на микрофончик. Всем добрый вечер. Я прежде всего хочу поблагодарить всех участников в сообщество, в которое я по счастливой случайности попала. Ещё не было денег, но я уже была там, и как бы с пятью копейками влезла в какой-то вебинар или созвон, как получается, да. Мне очень понравилась вот Надежда, как она сказала, я была выгоревшим сетевиком. То есть люди на самом деле так выгорают. Кто-то сказал, по-моему, Лена изнасилованную сетевиком. То есть на самом деле что-то когда-то было, во что мы верили, куда мы шли, а сегодня это уже не актуально. Сегодня открывается новый взгляд на эти вещи, на прошлый свой опыт. Спасибо вам, что об этом говорите, говорите, и люди и люди немножечко, скажем так, как-то сказать, не раззомбируются, а распаковываются, да, свои мозги. Правильно. Вот. И действительно, я вот так себя вспоминаю, я всегда в сетевых компаниях рано замечала вот эти вот вещи, что что-то, что-то здесь не так. И, в общем-то, как сегодня я услышала подтверждение, как мне однажды мой спонсор сказал, Лида, да при чем здесь добавки? Надо бизнес продавать. Ну как же, мы же как бы и медики по профессии, вы вообще врачи. Как можно о деньгах говорить в первую очередь, а потом о здоровье людей? Мы же людям несем, как заявляли там у нас Мессия. Какая Мессия? Простите меня. Вот. Поэтому вот сегодня как бы раскрылись глазки. Не то, что сегодня, но уже давно. Я понимала, что я иду своей дорогой, правильно иду. Меня никогда, как сказать, ну я упертая. Если я сказала нет, значит нет. Если я сказала подумаю, значит я подумаю, потом скажу честно, да или нет. Ну вот как-то так. И на сегодняшний день я с 22 декабря вошла в растущий поток на 40 тысяч, на 2 тысячи тут же сразу в один день я вошла в накопительный, потому что я очень верю, ну когда говорят, ну кто его знает, я говорю, не кто его знает, а все будет окей, говорю. Вот. И еще говорю, мне 10 тысяч мало пенсии, я хочу вообще, чтобы у меня 100 тысяч пенсия была через 3 года. Вот. Ну и в общем вот так вот. И сейчас я зарегистрировала двоих человек, вот, люди очень загорелись здоровым таким огоньком, именно здоровым у людей появилась надежда, у них появилась уверенность, что да, теперь то, что они делают, принесет им действительно те результаты, о которых они мечтали. Вот. Спасибо, Лидия, спасибо. А сегодня, а сегодня утром я зарегистрировала директора своего магазина, сказала, у тебя трое детей, куча кредитов, я говорю, она пришла больная, с красными глазами, я говорю, в общем, давай, вот сюда, 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 потом спасибо скажешь, запомни время, когда началась твоя новая жизнь. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому огромное спасибо всем, кто делится, вот, особенно лидеры, которые натанцевались по граблям, у нас вообще массовые танцы, вот, ну, и есть, есть чему верить, есть к чему стремиться, вот, всех благодарю, теперь буду осваивать, как, значит, это с этой, ой, сейчас скажу, с биржей, как вот с этими деньгами конкретно заводить, выводить, превращать. Все правильно, новые знания, новое время. Однозначно, да, я никак не могу поднять. Спасибо большое, всем еще раз, всех вас, всем вам очень признательно, очень благодарно, и с великим вас праздником, сегодня такой классный, светлый день, с шестого на седьмое, да. Спасибо, Лидия, у вас также с праздником, спасибо за теплые слова. Благодарю, благодарю, Андрей, всех вас, всего доброго. Спасибо за теплые слова. Друзья, отлично, у кого еще есть какие вопросы, дополнения, я прошу. Андрей, А позвольте мне теперь. Да, да, Татьяна, приветствую вас, да. Да, здравствуйте, вы знаете, так приятно слушать, когда такие лесные отзывы. Ну, я не плясала по граблям, все мы разные абсолютно, и я начну с того, что, Андрей, благодарю вас за такой эфир, что-то новенькое сегодня, так приятно, и пусть вот все услышат, эти добрые слова. Начну с того, что я хочу тоже всех поздравить, с Сочельником, с Рождеством Христом, и хочу, чтобы вы поверили в себя. Вот все участники у нас уже все поверили в себя, и поэтому они в фонде, и поэтому вы послушайте, новички, какие у них речь. Вот речь овеяна счастьем. Это редко бывает. Они рассказывают, и голос дрожит от счастья. Да, я тоже лидер, ну, тоже пошла на второй миллион, причем круто на второй миллион, и так скажем, что я в потоках 2023 года, с 2023 года, да, вот, команда растет, но это, для меня сейчас это вот уже на втором плане, конечно, это главное, но это на втором плане. Мне всегда сейчас хочется протянуть руку, как и Андрей сейчас вам вещает, все рассказывает, чтобы вы поверили в себя. У нас многие люди сегодня заходили, молодые, там, ах, крутые, да я то делаю, да у меня 5х, есть 5 тысяч, то есть, понимаете, они хвастаются, они это сидят у мониторов, а мы каждый день, утром, буквально 5 минут, это такой тяжелый труд, встать, и быстренько, быстренько себе начислить зарплату, нажать на кнопочку. Это великое счастье. Так вот, я вам что скажу, я не буду возраст называть, но я вам скажу следующее. Жить, когда ты финансово свободен, поверьте, это счастье. Это великое счастье, потому что сейчас мы живем в мире денег, и вы без денег, ну, никуда, и никто, и ничто, и голодный, и холодный, и злой. Так будьте добрее. Ну, начните с копеек, не верите себе, поверьте, нашей системе. Не надо, вас никто сюда не тащит за руку, вам просто предлагают, вам предлагают сделать себе подарок. Поэтому я хочу вас еще раз попросить, даже вам предложить, у вас есть шанс поверить в себя. Поэтому еще раз поверьте в себя. Всех поздравляю. Свою историю я потом расскажу, когда-нибудь в эфире. Она у меня тоже очень интересная и странная. Я никак все зашла. Я всех послала, а потом зашла. Вот. Поэтому всем вам счастья, благополучия и веры в себя. Сделайте шаг. Если вы все здесь, новенькие, здесь в чате очень много, 400 почти человек сидит, вы новенькие, сделайте шаг. Не понравится, у вас у всех открыты двери назад, открыты двери, вас никто держать не будет. А вы попробуйте, а вы посмотрите и послушайте, и сделайте так, чтобы ваш голос от счастья дрожал. Это великое дело. Благодарю вас за все, Андрей. Вы прекрасны сегодня, просто как всегда. Поэтому всего доброго. Я действительно купаюсь в денежных потоках. Как мне сегодня одна девочка сказала, какой у вас девиз? Вы купаетесь в деньгах? Правда, ребята, я купаюсь в деньгах. Всего вам доброго. Спасибо, Татьяна. Шикарное дополнение. Желаю, чтобы вы тоже все себе разрешили купаться в деньгах, так же, как Татьяна. Нас этому не учили, надо учиться плавать в деньгах, друзья мои. Не просто так, а учиться плавать. Это серьезно. Ну что, спасибо большое за дополнение, за где-то какие-то вопросы были. Уже практически два часа. Дальше все вопросы задавайте где-то в личные сообщения, если вдруг что-то непонятное. Материал какой-то будем и сюда скидывать в чат. Поэтому желаю всем удачи. Здесь по-семейному, тепло, денежно, уютно. Оставайтесь и разбирайтесь. Те, кто разберется, у того жизнь в ближайший год просто изменится в лучшую сторону. Желаю всем с праздников, поздравляю, желаю вам всем удачи и, конечно же, до новых встреч, друзья мои. Субтитры создавал DimaTorzok